Евангелие от Марка, глава 14. Пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбившись сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более, нежели за триста динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышавши, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников своих и говорит им, пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, усланную, готовую, там приготовьте нам. И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня. Они опечалились и стали говорить ему один за другим, не я ли, и другой не я ли. Он же сказал им в ответ, один из двенадцати, обмакывающий со мною в блюдо. И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, примите, ешьте, сие есть тело мое. И взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им, сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в царстве Божьем. И воспевши пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь. Ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же моем я предварю вас в Галилее. Петр сказал ему, если и все соблазнятся, но не я. И говорит ему Иисус, истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня. Но он еще с большим усилием говорил, хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. То же и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания. И он сказал ученикам своим, посидите здесь, пока я помолюсь. И взяв с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте. И Аташет немного пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, авва, отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты. Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру, Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, дух бодр, плоть же немощно. И опять Аташет молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им, вы все еще спите и почиваете? Встаньте, кончено. Пришел час, вот предается сын человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. И тот час, как он еще говорил, приходит Иуда один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот есть. Возьмите его и ведите осторожно. И пришел тот час, подошел к нему и говорит, рови, рови, и поцеловал его. А они наложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудется Писание. Тогда, оставивши его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним. И воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, вставшие, лжесвидетельствовали против него и говорили, мы слышали, как он говорил, я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный. Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса, что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют. Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, ты ли Христос, Сын Благословенного? И Иисус сказал, я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал, на что еще нам, свидетелей? Вы слыхали богохульство? Как вам кажется? Они же все признали его повинным смерти. И начали некоторые плевать на него, и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему про реки, и слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника, и, увидевши Петра, гревшегося, и, всмотревшись в него, сказала, и ты был с Иисусом Назарянином? Но он отрекся, сказав, не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидевши его, опять начала говорить стоявшим тут, этот из них. Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру, точно ты из них, ибо ты, галилеянин, и наречие твое сходно. Но он же начал клясться и божиться, не знаю человека сего, о котором говорите. Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня, и начал плакать. Продолжение следует...